24 утром я понял, что это всё. И почти сразу я понял, что вряд ли когда-нибудь получится оказаться дома. То есть выбор же очень простой. Либо ты называешь вещи своими именами, либо ты начинаешь бояться. Страх отменяет нравственность. Я всё время это повторяю. Страх проникает понемногу и отменяет всякую нравственность. Человеку, который боится, ты не можешь сказать, что хорошо, а что плохо. Если он боится. Или можешь, но очень немногим. И с тех пор я никогда не был дома. Последний раз я был в Москве 29 декабря 2021 года. Почему ты сразу понял, что никогда не сможешь вернуться? Потому что убили людей. Убийство – это необратимая вещь. И моя страна совершила непоправимое. Но вот если меняется политический режим, дальше нужно работать с тем, что произошло. С тем, что произошло, надо работать как минимум на 106 лет назад. То есть начать с 1917 года. Ну, как минимум. А что такое работать? Назвать вещи своими именами. Объяснить все те способы, которыми выстраивались абсолютизм, диктатура. Убивали людей. Разобраться с репрессиями, с гражданской войной, с жертвами Первой мировой войны, с тем, что такое был Советский Союз, с тем, чем давалось это мнимое равенство и тоска, с тем, кто и почему пришел, с тем, какими в реальности были 90-е годы, с тем, что произошло и почему, почему случилась Чеченская война, что такое был Афганистан. Представляешь, сколько всего надо? Потом надо объяснить, почему эти люди оказались у власти, как эти люди власть удерживали, как уничтожили все ограничения на пути этой власти. Научить людей бояться любых ограничений, которые власть для себя самой снимает, это первый сигнал. Объяснить всей стране, что война была не ради чего, что не было никакой угрозы, никаких нацистов. Всей стране объяснить, что людей убивали и наших, и украинцев просто ради сохранения власти кучки людей.